Для того, чтобы подготовить вас к тем, к своей информации, которые вы хотите предоставить, я хочу перейти к первому слайду и дам обсудить или показать, что и мы имеем, какой потенциал урожайности на сегодняшний день имеют растения, культурные растения и что мы получили в мире по разным РАПС 8 тонн, это официально зарегистрированные прикорды в Великобритании, кукуруза 4,6 тонн из гектара США по технологии наутил, пшеница 16 тонн 520 кг в Великобритании, соя 11 тонн 550 кг Джорджия, Хотя в принципе не гласная, а может быть и гласная есть результат, 150,3 центрина, тип доллар, те же самые Соединенные Штаты Горок 6 тонн 470 кг Великобритания, азимый ячмень 13 тонн 800 кг Новая Зеландия, подсолнечник 6 тонн 210 кг Кабрадино-Балканская республика Ну такие, я думаю, что больше 60% от этих результатов из нас никто не получает Интересно, да? То есть потенциал огромнейший Но почему-то мы не можем достигнуть этого результата Так, кто там виноват? Идите дальше Вот он, кто виноват Немецкий химик, Юстер Бельбек, который сформировал закон ограничивающего лимитирующего фактора Значит, чем формируется урожай? Вот он как бы урожай сформировал в виде такого рисунка То есть это бочка, жердочек, составляющие его урожая Это питательные вещества, влага, на сегодняшний день погодные условия и так далее Давайте посмотрим, в каких условиях работаю я и что мне мешает достичь такой результат И каким образом я принимаю решение, дабы реализовать максимально Конечно, я не достигну таких условий Максимально реализовать потенциал растений Следующий слайд Ну, первое, это как бы наличие питательных элементов Ну, это не проблема, сегодня были бы деньги Дай сигнал, заходи, не бойся, выходи, не плачь То есть у тебя будет и микро, и макро И все изобрения, которые ты сегодня только закажешь в церкви Все тебе привезут, это не проблема Дальше, влага Самое главное то, что мы не можем купить И мы не можем догадать, в этом году у нас будет влажный бок Или сухой И мы не можем определиться, какими нормами сеять То есть если влажный бок был приятный, мы под серыми соками Болезни Ну, это тоже не проблема Сегодня, как бы, практически все решается Таким образом, там, значит, бюджетный вариант Это у нас альтернатива Китай Более дорогой для более богатых Это у нас бай, бас и так далее Пропинутые бренды Температура воздуха Очень интересный момент Я в сельском хозяйстве работаю в своем бизнесе 20 лет А вообще, как бы, начинал плодовую течение с 1994 года Когда температура 32 градуса считалась критическая 20 лет назад, ну чуть больше, 24 лет назад Критическая сегодня 38 Никого не удивишь С температурой Я, в принципе, мне предлагали семена Я впервые семена сои И впервые я увидел комментарий к сои Жароустойчивые Хотя раньше были засухоустойчивые сорта Вредители Ну, по вредителям тут тоже, в принципе, более-менее ситуация понятна Повышение технологии выращивания сельскохозяйственных культур Ну, тут тоже можно все выровнять Тут проблем, как бы, нету Значит, теперь идем дальше Графическое расположение хозяйства Юго-Западная степь Украины Обрабатываем площадь 1600 гектаров Официально, кто там есть Приливает, но я не считаю, что там на 2-3 года на полоси Вот, мы потом заберем Я не считаю, что там можно чем-то занять Каким-то нормальным силу оборотом Сформировать, как бы, там Наутильный, в общем, силу оборот И работать, потому что там как-то сочная аренда Я по вниманию не беру, там больше Оно похоже на Услуги техники Среднегодовая сумма осадков Ну, здесь интересно Это данные официальные 350 мм Ну, по последним данным Мы еле-еле дотягиваемся Среднегодовая 310 Абсолютный максимум температуры Это то, о чем я сказал В июне августе 32-38 Что иногда, даже при наличии влаги Решающим есть Решающим В получении максимального выражая Зерновых, пробовых, брюк культур Теперь интересный момент Содержание питательных веществ в почве Минеральный азот Ну, скажем так, для таких, а я Я инженер-механик Есть приписка Очень низкое содержание Я думаю, что, наверное, во всей Украине Содержание азота У всех есть проблемы И у всех его недостачи Я не думаю, что у кого-то там А вот у меня много Вот по калию и по фосфору Ну, тут, как бы, более-менее Содержание среднее По фосфору По калию очень высокое Наши грунты Южные очень-очень богаты калием Иногда там доступны Не доступны Дискутируют и так далее И тому подобное ГУМУС 2.4 Это данные Были сделаны два года назад Какие-то ребята звонят Мы хотим вам Ну, не какие-то я знаю кто-то Хотим вам сделать следы Не вопрос Приезжайте Сделали Посмотрели по ГУМУСу Я что-то считал Мы учили 6 было лекций по земледелю По арсеневодству Вроде 3.1 2.8 Но Совсем же печально Идем дальше Ну Одна из самых любимых культур Моих СОЯ Собственно говоря Я с ней знаком Ну, наверное Лет 35 Лет 35 И Собственно говоря С нее все и началось А именно что? Именно английские нормы В частном бизнесе Я начал работать С 1998 года Вот Первый год Когда мы посеяли И уже начали присматриваться К этой культуре Было достаточно комфортное условие Мы получили очень хороший урожай И были добры Как для Юго-Украины На следующий год Все поменялось Застуха Высокие температуры СОЯ СОЯ Теряет ОБЭ Происходит абортация И мы понимаем Что мы Тот урожай Который весной Заложился Мы его не получим Что есть Ну и есть Мы не правим повлиять Ни на температуру Ни на Водный режим Мы только можем Восполнить Китательное вещество И так далее И случайно Мне попадается книжка Ни откуда В которой я Очень тоненькая книжка Где-то там 60-го года Вращивание СОЯ В которой я нахожу Исследование Исследование норм высела Там небольшая Была буквально одна страничка В которой Диапазон Исследований был От 90 до 500 тысяч Значит Комментарии К этому диапазону Были следующие Урожай Настои Практически Не меняется В этом диапазоне В случае Если Засушливый Вот Мы получаем Одинаковый Урожай Во влажный Вот При таких нормах При 90 тысяч Минимальной норме Мы получаем Минус 10% Мы же не знаем Вопрос Мы не знаем Когда у нас будет засушливый А у нас Скорее всего Засушливый год Каждый год Весной Идут дожди Мы послели Получили всходы Думаем Что будет все хорошо Но проходит ее рауст И начинаются проблемы Они перечеркивают Все наши надежды И так далее Какое решение Какое решение Какое решение мы принимаем По поводу Компенсации Компенсации недостатка влаги По поводу Компенсации недостатка Это научил Меньше беспокоить почву Накопление Обожневых остатков И уменьшение Норм высела Нормы высела Мы уменьшали Достаточно давно То есть мы понимали Что мы делаем Что-то не то Что-то надо делать Поэтому шли поэтапно Консультировались В институтах Пробовали сами И так далее Как это было Ну вот Как бы это одна из самых Моих любимых сейлок Junior 7000 Механика Сейчас она на пенсии Вот на этой сейлке Мы Работали на по-классике И в конечном итоге Перешли на наутил С нее мы как бы и начинали То есть Мы селили раньше 80 кг Это порядка 500 тысяч Мишка шпишет Ну как бы была такая ситуация Когда Случайно мы поставили Не тушествия Мы выселили Более 10 гектар Низких Казалось потом Норм И во время уборки Комбайнеры Задали вопрос А что здесь Так что продолжили Нормальными нормами Ну как бы условно Нормальными А что здесь Горы длиннее? Нет Ну здесь Лучше Сыпать Вот это уже Ключевой Ключевой Значит Момент В определении В определении Или направлении Уменьшения Норм Высила И идем дальше Слева Слева Это стандартная Шестерня Которая шла На этой съелке Мы высевали 54 кг Существует мнение Это в принципе Не рекомендации Ранние сорта Высеваем гуще Поздние сорта Реже Мы практически не изменяли Мы всегда сели На минимальное 54 кг И мы видим Что это густо Мы заказываем Шестерню В правой стороне Она Высил 36 кг Мы все сорта Высевали 36 кг То есть Ранние Поздние Меньше мы не могли Потому что Тихийский селка Не могла этого просить И дальше Мною было принято решение И выдана команда Огромных Селили 200 тысяч 200 тысяч В прошлом году Мы поселили Физически 200 тысяч А там сколько получаем По Полевой схожести По лабораторной И так далее Мы выходим на 150 Ну 150 180 тысяч Хотя Перед этим У нас был опыт Мы получили Оптимальное Решение Густоты 150 тысяч На гектаре По Туриске Этой конференции На сегодняшний день Мы Сеем 25 килограмм Для некоторых Это довольно-таки Странно И страшно Последить норму Я готов Я готов С конференции Мы Убирали И нашел Один Настоящее Растение Там был Какой-то Пробел И решил Посмотреть На что Способна Своя Этой Продуктивность Вот Я Срываю Растение И что я делаю Обрываю Сточки Смотрю 174 Баба Дальше Я их обмолачиваю Получаем 414 зерен Вес 57,8 Целых Грамм С одного Растения Хочу добавить Потом Я нашел На этом же поле 270 Стручков Практически На 30% Больше Ну и что я думаю Как вы считаете 30 центнеров Сои Урожай Это нормальный Я один раз За 20 лет Такое получил Давайте посмотрим Какое От обратного Считаем 30 центнеров Поделим На 50 57,8 Грамм Массы Массы С одного Растения Получаем 52 тысячи Растения Сколько вы Кукурузу сеете 75 70 На болтавщине До 80 То есть Здесь мы Сеем Реже Нежели Кукурузу Переводим Массу 1600 Семян 140 Грамм Масса 1600 7,2 кг Я задумался У меня Перерасход 25 кг Перерасход Семян на гектар Семья 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 Трига Какой же Результат 25 кг Какой же Результат Я Снял Видео Передав Специально Снимание Так Результат Значит, минимальная урожайность была в этом году 19 центнеров, максимальная 25 центнеров, средняя 22 центнера на гектаре. Анализируя ту информацию, которую я получил у нас в округе, я думаю, абсолютно не слипойный результат. Поэтому те, кто сидит 80 кг, пожалуйста, продолжайте сидеть 80 кг, я буду сидеть на следующий год 20. Экономия семян, умножаем до 500 гривен на гектар, плюс протравитель, плюс логистика, склады и прочее прочее. Шарянка на спирище. Значит, по густотам приблизительно понятно. Теперь по питанию. Вот слева поле, в 2016 году я вышел на это поле и удивился. Что это за полоса? Вот слева, видите, темнее, справа светлее. Сфотографировал и мы начали разбираться с газоганомом, что за ситуация. Оказывается, за три года до этого это поле было получено в аренду, в субаренду. Мы проводили исследования влияния инопулянта на урожай и на качество, на величину белка в соге. И вот этот участок, он где-то занимает около 4 гектар. Мы не обработали специально, это был контроль. То, о чем говорит Михаил Иванович и предыдущий спикер. Обязательно оставляйте контроль. Мы убрали, получили данные и забыли о нем. На следующий год мы, это получается 14-й год, съем пшеницу. И снова забыл об этом, съем сой, уже не обрабатывая гулянтом. Потому что гулянтом достаточно один раз обработать. Если мы получили бульмашиновую бактерию, то о чем сегодня говорили и буду еще говорить. Этого достаточно, то есть повторно не надо обрабатывать. Ну, это уже доказано 10 раз. Мы убираем через год сой, и мы получаем вот такие вот результаты. То есть 150 гривен внесения инопулянта дают вот такие вот последствия. Подсою, если мы уже начали о речи в удобрениях, подсою, кроме инопулянта, мы ничего не даем, потому что потенциал полностью реализовать не можем из-за дефицита влаги. Лучше мы во влажный год, они очень редко бывают, раз в 3-4 года потеряем какой-то процент урожая, чем бесконечно будем вносить фосфор, азот еще кто-то вносит. Мы считаем, что этого азота достаточно. Справа фотография, это уже 2018 год. Учитывая свои ошибки, мы весной обработали все по инопулянтам. Но, тем не менее, отпечаток, вот он остался. Эта фотография сделана с комбайна. Правее вот есть разделение за счет обработки. То есть урожай был абсолютно одинаковый. У меня еще есть фотографии, и на телефон они с марта не будут видно, там хорошо видно. То есть отпечаток, но пятый год остался. Так, я сейчас обоссеял обороты, я сейчас вернусь к этому интересному эксперименту. То есть в сфере 2014 год мы сеем, оставляем эксперимент, убираем, сеем пшеницу. То есть мы получили результаты, по другому там все хорошо. В 2016 году мы сеем, получаем 9,14 сантиметров. То есть прозрев очень серьезный, 30%. В 2017 году у меня заканчивается срок субаренды. Я его должен был отдать, я в принципе планировал отдать его. Потому что я получил по сути гражды я понял. Сею сою получаю 9 сантиметров. Сею пшеницу получаю до 30. Сею сою получаю 14, когда на других моих порядках, но получаю максимум 14 сантиметров. Сею подсолнечник и тут рекорд урожая по всей площадям. Странно. На следующий год 2018, кстати, ребята, приезжали, смотрели Сею сою, 20 сантиметров на этом поле. То есть мы его запустили на поле. Здесь, конечно, севооборот не очень правильный, потому что зачастую наш севооборот ломается из-за того, что у нас заканчивается аренда и нужно отдавать, и хочется получить что-то. Давайте идем дальше. А вот, кстати, вот, кстати, фотография справа с того поля, где мы с Михаилом Ивановичем проводили съемки, там где посеяно 25 килограмм нектар, там даже меньше, потому что масса была 106 тысяч штук, это было 116 грамм. Команда была дана агроному, все 200 тысяч фактически получаем это самое. Вот, через веса все идет и есть. Хочу обратить внимание, все задавалось хорошо и так далее. По подобной, в августе мы давали видео, определяли количество влаги, ну, скажем так, где-то там ощуплено и так далее. Но при этом, обратите внимание, вот зерна с этого поля, они сгорели. То есть даже при таких нормах, нормах высева, соя подгорела из-за температуры. То есть температуры предопределили наш урожай. Так, ну вот как бы, дополнительно мы установили на комбайны, онлайн-мониторинг урожайности и влажности, потому что иногда мы не успеваем, или поля находятся далеко, интересные вещи происходят. Вот на этом поле была изменена норма высева, пол поля была по вертикали, с пол поля была норма 140 тысяч, добавлено 50-100, значит, 190 тысяч. Разницы никакой нет. Красные точки, это что? Красные точки, это вот комбайн обкосил, он двигался слева вправо, когда комбайн заходит, монитор считает, а показывает, что ноль. Вы поняли, да? То есть комбайн двигался вот, поняли, да? Ну, здесь вот, это посадка, здесь микроклимат, значит, южная сторона, здесь снег, вот здесь балочки, вот так было, короче, вот от этой балочки к верху, была изменена норма высева, ну, как бы, ни комбайнер, ни система контроля этого не прочувствовала. То есть, в принципе, у нас есть еще куда снижаться норму. Ну, вот это тот знаменитый, ну, это нут, я, кстати, так и не смог найти в интернете бульбашковые бактерии, это на нуте вот такие бульбашковые бактерии, это то, что можно применять, замещать, чем можно замещать назот. Мы инакулируем мут, и стоим обязательно в порядке. Аборигены, на горох есть аборигены, там вопросов нет, то есть, как бы, идем дальше. Так, горох, ну, с горохом тут, как бы, не получилось, то, что хотел, то, чего хотел добиться и так далее. Смотрим, 2017 год, 12 сентября урожай, меня старает задуматься, где мы можем сэкономить. Я начинаю экономить на нормах высева. 300 кг недопустимо съесть при таких урожаях, поэтому мы начинаем снижать, учитывая уже опыт работы с пшеницей и с соей. Ну, к сожалению, как бы, 2018 год тоже дает 12 сентября при норме высева 300 кг. И сейчас посмотрим, что у нас получилось при нормах высева. 100 кг – 6 сентября, 200 кг – 11, и 200 кг – 12 сентября. К сожалению, есть шанс у него, у гороха, выйти из игры с нашей этой самой. Но, 2016 год, меня заставляет задуматься, и это не один фактор, о том, что 18 сентября, дальше уже идет плюс и доход. Просуммируем, выйдем на сырение, поэтому ни в коем случае нельзя быть категоричными, принимать решения, все, эта культура не подходит. Едем дальше. Так, пшенички. Ну, вот, кстати, вот здесь был горох. Пшеницы тут вообще тоже интересно, потенциал огромнейший, и если по солидам, как бы, уже мы где-то приближаемся к граничной точке, скажем, все, меньше съедить нельзя, то тут очень интересно. Это посев по гороху, 23 сентября, по гороху, о котором я думаю, будет он у меня в севокороте, или нет, та культура, которая оставляет азот. Вот смотрим, что мы получили по гороху. норма высева, полтора миллиона. Агромон думал, что мы остановимся на круг, но я думаю, что это нам еще равно, и полтора миллиона тоже густовато. Вот это отополе, значит, 11 декабря, что нет, признак того, что нормально распустилась, мы не видим рядков, по сути. О пшенице, по питанию тут вопросов нет, фосфор, пока даем максимум 100 кг физического, 40-50 ДВ, есть вероятность, что при снижении норм мы будем уменьшать. Весной, как обычно, тут тоже секретов никакого нет, либо касс, либо с литром, особо не о чем говорить, идем дальше. Вот эти результаты, которые я хочу представить, которые заставляют задуматься. Оцениваем, 1 миллион, ну, тут там есть 1 миллион, 38,5 сантиметра с гектара. То есть, Андрей Чичичу, Николай Иванович, были на этих полях, это много. Ребят, это видео, 2 миллиона, 38,6, ну, практически там, одинаково, 3 миллиона, 38,4, тоже считаю, что дальше идет снижение. Считаю, опыт незаконченный, потому что мы не увидели в левой стороне, где есть снижение. А если мы посеем 500 тысяч? Ну, мы посеем это, посмотрим. Значит, все в обороте, Чуница и Ячминь у нас всегда войдет после лобовок. После лобовок. После лобовок. Теперь внимание, вопрос, найдите 10 тысяч, а вот тут одно. В теме у меня звучало севозмина. Слева у нас предшественник горох, прошу прощения, предшественник подсолнечник, норма высева полтора миллиона. Справа предшественник соя, норма высева полтора миллиона. В один день это все посеяно. Расстояние между участками 50 метров. В межрядье и там, и там одинаково. Можете приехать по мере 25 сантиметров. Значит, в чем суть вопроса? Вы сейчас скажете, а как там Яволатин? Ребят, там Яволатинга не было. Это экспрессовский подсолнечник. Урожай перед этим я хочу сакцентировать. Убрали 33 сантиметра. Контрольный был замен и так далее. Поле справа соя 21,7. То, на котором мы делали видео. Вот теперь стоит вопрос. Или, скорее всего, хочу проконстатировать вам. Кущение, густота и урожая зависит не от того, сколько мы посеем. 5 миллионов, 6 или полтора. А от потенциала поля. То есть, подсолнечник это лучший вариант для посева пшеницы. Это, кстати, я впервые в жизни посеял после подсолнечника пшеницу и был огорчен. Ну, как-то так. Может быть? Я говорю, что есть. Значит, опять же, 2 миллиона, что мы получили. В этом году дал команду с 5 на 2 сроду. Минимальный тенциал, максимальный 58. При этом мы еще за счет избытка метания изначально мы получаем в качестве зерна. Второй класс 60%. 35%. Третий класс, ну и пятый класс, где они смогли подкормить селитры, солонцы, края, балки и так далее. Едем дальше. Ну, здесь пока никаких объявлений по поводу нормализма не будет. Значит, это фото без фотошопа. Сейчас, скажем так, начало выкида метелки, смотрим и делаем анализ внешне по цвету листа. Все красиво, все хватает. Едем дальше. Эту фотографию я сделал на соседнем поле. Я думаю, что, как бы все знают, вот на листе, вот такое повеление, это признак дефицита азота. Ну, тут я, как бы, словку там себе снимал. Вот. Какая идея и что я хочу, чего я добиться? Под кукурузу мы не вносим. Ни стартеры удобрения, ни фосфорные, ни любые другие. Опыт с внесением подрядок селка и семиата карбамида в дозе 100 кг принес долевой результат. Прошественник СО, я Бобова, я хочу обратить внимание. Осеннее внесение на 18 см фосфорных удобрений в дозе 100 кг физических, или там 52, это еще на российскую покупали, тоже не принесло никакого результата. Поэтому на сегодняшний день я имею в силу в хозяйстве 40 тысяч, но я хочу, один из сигналов будет для меня отсутствие 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 сейчас секундочку отсутствие, то есть когда я для себя решу отсутствие вот этой светлой полосы, то есть один из критериев, по которым мы остановимся по густоте. Мы хотим получить два початка. Мы не хотим тратить азот, строительный материал, на формирование стеблей. То же самое посоль, то же самое и по пшенице. Очень интересный момент, я пропустил по пшенице. Есть такое понятие, краевой эффект. Ну я скажем, я вот после того, как его видел, этого понятия, ну фактически его не должно существовать. Есть понятие дефицит питательных веществ или влаги. На миллионе, я вернусь, я прошу прощения, на миллионе его не было. Краевой эффекта не было. У меня были отделенные участки. То есть это еще один из признаков, что у нас идеальный баланс питательных веществ, влаги, ну все остальные. Кукуруза, как правило, идет после поповых, иногда после зерновых. Подсолнечник. Культура достаточно благодарная своему хозяину. Неплохие финансовые результаты получаются. Но эгоистичные к последующей культуре. Я, кстати, вам показывал слайд на пшенице. Вы видели, что там происходит. Значит, мы селим 5 миллионов. И начинаем весной проводить эмоциональные мероприятия. Сулитра, КАС, микроэлементы и так далее и тому подобное. И там, собственно, аэроколосок на 8 годов вырастает. Ну, нехай, короче, я посмотрю, буду на следующий год. Сеем. Сеем снова. Подсолнечники. Это финансово нормальный вариант. Значит, по подсолнечнику. Подсолнечник идет все в измене. После пшеницы. Достаточно хорошо переносит. Лучше, чем соя. Дефицит азота. Ну, как бы, урожай, результат по урожаю у нас в этом году, я объявил на том поле, было 33. Ну, я думаю, что 31, наверное, по целькам по хозяйству. С ним вообще никаких проблем. Посел, забрызгали. Если это экспрессовский, два раза экспрессовский, по 50 грамм. Если это евролатинг, один раз евролатинг. И ждем уборки, считаем деньги. По 50. Два раза. По 50. Хочу один момент сказать, но это не моя тематика. Ни в коем случае не стоит переоценивать свои возможности и недооценивать сорняки. Почему мы 25 грамм, значит, 50 грамм даем при фазе развития сорняка до 2-3 сантиметров. Дальше уже экспресс не работает. Ну, это такой страховой ербицит. Ни в коем случае, кто работает с экспрессом или попланирует, не делайте ставку, потому что, ну, это такой относительный ербицит. Если делать ставку, то на евролатинг, чтобы потом Максим бедный за сердце продался. А по удобрениям? Ну, ничего. Значит, по удобрениям вносили подрядок на глубину 13 сантиметров, запускали. Вот ребята с Агромира запускали на эту селку. Дермофост 10,26,26. Прибавка 0. Два контроля, все как положено. Прибавка 0. Мы сняли ящики, по сути там выбросили, больше не пользуемся. Ну, переплатили там 100 тысяч долларов за систему гусени. Едем дальше. Значит, один из самых жестких годов 2017 год, я думаю, что там не только я это почувствовал, мы провели исследование по густоте подсолнечника и получили такие результаты. от 30 тысяч до 50. Результаты у урожая не меняются. Понятно, слева, справа опыт достаточно удачный, мы видим, где есть падение. То есть, мы сеем 50. Дрючаны, кисловки, некачественные посевы и так далее, и тому подобное, получаем 45-30 тысяч. Этого нам хватает. Ну, плюс экономия семян. Так, едем дальше. Значит, сеньги урожая спасущего за последние пять лет 27,7 сантиметров урожая. Система контроля картирования на комбайне Джон Дир. Хочу обратить ваше внимание, вот здесь комбайн двигался справа налево. Вот здесь был гибрид Олега посеянный. Мы видим, что, ну, как бы, если бы раздругнуть, короче, карту, посмотреть, оно было виднее. Дальше пошел Диамантис. Значит, онлайн урожай у нас 3,73, средний 3,43. Ну, там вся информация идет, сколько мы наволодили, спорят и так далее. Очень классная вещь. И иногда, мы как, наделаем опытом, особенно зимой, и там, и тут, и на нормах, и на удобрениях, и по брызкам и так далее. Весной половину этого уже не делаем, когда убираем, давай кости, завтра дождь. Поэтому мы поставили на обои комбайна по 15 тысяч долларов системы дополнительного контроля, картированного и так далее. Они относительные, но они очень интересные вещи даются. Ну, потом я еще расскажу в зале, там, что времени совсем нет. и идем дальше. С его оборот. Значит, вот, пожалуйста, вот это фотография самого поля, пять лет наутил, один раз подсолнечник, соя, кукуруза, ячмень, все структурный, грунт, хотя бы, чтобы он посадил. В воде, спиной становится... Значит, какие культуры участвуют в обороте? Подсолнечник в разрезе 20-25%, соя 25-30%, без них никак, мы компенсируем азот. Ячмень азимы, 10-15%, по ячменью я остановился. По ячменью мы не стали делать никаких исследований и опытов закладывать, мы сразу уменьшили на 70 кг, полтора миллиона. Очень культура такая оценчивая. Да, ему после выхудобрения весной побольше азотных, ему надо благодарить, у нас урожай по ячменью все время больше, нежели чем пшеница. Рафс. Интересная культура, но с ним нужно повозиться. Это 10%, в зависимости от того, слаживаются условия для осеннего посева или нет. Кукуруза. Есть 15%, горох 5-7%, но стоит вопрос о том, что будем мы селить его или не будем, из-за того, что он два года подряд у меня был убыточный. Горчица и нынешевые культуры. Горчица. Горчица. В этом году мы убрали 480 килограмм, в 4 дожди не смогли понять, какой будет полноценный урожай у горчицы. Но при этом, эти 480 килограмм мы продали по цене и не получили убыток. То есть работали в ноль. А смотрим дальше. Горчицы. Я считаю, что это санитар. Корневая система разлихляет почву. Приводит из недоступных форм в доступный фосфор. Калий. И является профилактическим, ну это литература пишет, знаете там, как мне казалось. Является, уменьшает количество дротяника в почву. Ну, по нуту тут тоже все как бы понятно. Пробуем, исследуем. Смотрим, что получается финансово. Ну, естественно, это, короче, дополнительный азот от нашего всего оборудования. Так, я думаю, наверное, как бы... Орчицу ему сколько посевает? Ну, пока по рекомендуемым нормам. Пока еще иначе чем. Первый год, как посел, в планах и лен, и другие культуры. То есть, смысл в чем? Расширенный самоборот? Нам даст, позволит уменьшить односторонний отток питательных веществ. Уменьшить количество болезней, количество вредителей. Соответственно, нагрузки пестицидные, гербицидные, по удобрениям подсолнечных грузов, отказались их принимать. Так. У вас по времени есть еще? Ну, как бы, некоторые коллеги в Союзе, я уже это показывал, знают, мне подсказывают. Как вы думаете, что за проблема? в Союзе, еще. Дротяток. По смору, да? А тут? Болезнь. 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 15 лет назад один продавец химии сказал, а как вы боретесь с Клющом, с Херсона? Он работал в этом фарме. Я говорю, у нас нет Клюща, уверенно. Да? Скоро появится. что вы там в Херсоне неправильно хазернуете? А мы правильно. и через три года мы обнаружили подобные вещи. Так что, ребят, у кого его нету, найдете, у кого нету, появится. Такой оптимистический прогноз. И это связано с тем, что у нас увеличилась температура очень сильно. Особенно в июле и августе. Это стимулирует развитие клеща. Плюс насыщенный селооборот будет сои. У кого сои есть, у всех он будет. Поэтому я прошу внимание обратить на дальше как бороться с ним. То, что мы наработали за какой-то период. Ну вот он красавчик. Мы перепробовали очень препараты. Как оказалось, их очень много. И у крутых фирм по типу Байер, по типу Баспорт и так далее. Я могу разделить на ценовой диапазон до 500 гривен свыше тысяч и больше двух тысяч. И могу разделить. Одни не работают вообще, одни более-менее. И могу объединить. Что за 2 тысячи гривен препарат работает одинаково. Что за 500 гривен. На сегодняшний день решение вопроса как бы нурал такой печальный инсектицид. У нас выхода пока нет. Ниссаран есть аналоги китайские и так далее. Формируем баковый смесь 0,5 нурала, 0,2 ниссарана. Получается достаточно бюджетная смесь. Если еще китайский возьмем до 300 гривен, все нормально. Но при этом сразу говорю, одной обработки не хватит. мы работаем до 4-х раз. С интервалом 7-10 дней. Второй вариант нурал Д баллазер. Отличная смесь. Если вы вот такое боле получили, можно вытянуть. Это мы с этой смесью достаточно давно работаем. Это пожарник. Вот. Если мы наблюдаем клеща в небольших количествах, как вариант можно использовать нурал Д и саран или отдельно не саран. Сразу хочу сказать. Одним действующим веществом не обойдется как минимум 2. Мы работаем даже 3, но в принципе как бы там нужно найти свою формулу. Значит вот эти 20 месяцев 300 гривен и 1200 гривен за сезон можно терпеть. И общаясь когда Михаил Иванович выложил видео, что у меня есть проблема. Мне позвонили с нашего района два человека. Здесь находится Александр Вячеслав. И каждый предложил свое видение проблем. Я кстати благодарен. Значит и вот интересная идея. Очень интересная идея. Перспективная. Решение данного вопроса. Я в принципе это биологические препараты, в которые я никогда не верил. Уже когда я собственно отчаялся попросил ребят передать мне на 5 гектар. Были строгие условия. Давление мы присветили до 3 атмосфер. 100 литров на гектар не меньше. Я сказал подстать мы ни под кого постараться не будем. Но давление я понимал что поднимать нельзя. Потому что на выходе будет экструзия. И мы уничтожим грибковую массу которая там есть которая должна решить все проблемы. На мое удивление. На большое удивление. На третий день я пришел посмотрел. Наверно обманули. Но на седьмой день когда я увидел как работает этот препарат на яйца алицидное действие вообще великолепно. Я заказываю тут же на 100 гектар препарат и мы начинаем работать. К сожалению мы пока отработали ну грубо говоря пол сезона. Смесь получается на выходе около 300 гривен. Но она работает. При этом она еще цепляет совок. А клеш активизируется у нас в конце в середине июля в середине июля в начале августа и там живет баллон каковой стопки. То есть как бы по преданию теоретически он должен еще зацепить баллон каковую стопку которая есть с серьезной проблемой на полях на лобовых полях стоя и с одними на дуру. Так в принципе уложился задавайте вопросы. Я могу что-то пропустить поэтому Итак первый вопрос у вас там сейлочка стояла симметричная вы сеяли сою начинали на 70 между ряда? Моисеев у меня вопрос на какой между ряде сеять? Ну конечно я просто хочу вести себе хоть какое-то попробовать для сои в принципе при наших вражаях разницы не увидели и сколько мне задают вопрос а вы пробовали подсолнечки сплошным а вы пробовали с каким-либо соль и так далее по простому результату у меня закрыли если мы получим каких-то полцентера на подсолнечнике или еще на чем-то я не вижу смысла тратить туда энергию и время у меня есть совершенно другие направления где я вижу ну более по результату будет больше финансовый доход от того что мы будем значит и ответ на ваш вопрос тратить время на изучение сплошной способ и сплошной это вообще по между ряда ответ на ваш вопрос без разницы до 70 сестру я все нормально спасибо было пробовать мы сеем да еще добавлю сеем какая есть свободная селка какой есть свободный характерист есть свободная на 70 сел есть свободная на 50 сел есть свободная на 50 сел есть свободная на 50 сел но надо этим вообще не занавучиться Вадим большое спасибо очень интересно у меня простой вопрос вот я обратил внимание на все в оборот 30 процентов злаковых 70 процентов широколистых не боишься? нет не боюсь на работу но пробуем как в принципе как и все то есть как бы время не было есть такое понятие синергия чередование культур то есть чередуем культуры например есть вариант поселить кукурузу после собственно опять же по литературе после сои после гороха опыт американский показывает что после гороха она даст больше урожай чередование культур широколистые злаковые ну это вообще правило которым нельзя изменять это правило наутило значит в обои вводим и от них отказываться как бы нас клещ не доедал не будем потому что вы видите по посолочью по кукурузе нету нету результата отнесения азотных удобрений и в перспективе мы думаем такие же посадить сейчас еще может кто-то кто-то подскажет посадить на корни такую же бактерию которая поможет в определенный период восполнять дефицит азота по кукурузе дабы только посеять и забыть следующий вопрос скажите пожалуйста за какую получаете вырожайность кукуруза при данной технологии больше средняя за 5 лет 46 центнеров минимальный был 23 центнера максимальный 80 центнер в этом году однозначно 62 уже есть мы с одного поля завозили безуслов посмотрим как бы уже по факту выпуски со складами как вы для себя объясняете почему дабы не работает на подсолнечнике очень легко объясняем там калий у нас достаточно фосфор есть азот не такой чувствитель дефицит азота на подсолнечнике не такой чувствитель это мое кукурузы 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 остаток остаток азота который остался после боковых причина как мы сказали мы об этом давно разговаривали причина как мы сказали у вас расширенный селооборот и происходит баланс питательных веществ поэтому как бы возможно из-за этого но потом конечно были у нас проблемы на листу уже как бы в фазу свечения кукурузы и так далее как туда зайти внести азот вы больше понимаете да я опущу глаза потому что есть там проблемы мы просто у нас скажем там обычная очистительная машина SM4 SM4 на которой мы дорабатываем в один или два подхода делаем исследования по скорости а потом физически делаем поправку на ту норму которую мы хотим получить специализирован нет более сильная семья может нет нет у нас мы соль сорт есть меня честно говоря мои названия потеряли уже 7 лет однозначно сколько до него нас еще неизвестно поэтому я могу поспорить насчет репродуктивных качеств падения урожали все в том Ваш клиент у меня в начале край работы одно 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 спасибо я рискнул попроситься у Михаила Ивановича на будущий год на лабораторию наутил в качестве докладчика исходя из того что я убедился на эти два дня насколько я могу вам полезен насколько вы это выщитируете именно сильные семена можно подмечу холодную почву но главное о чем мы говорим о фрикционности четкое выделение нормы высева штуков на килограмм но главное что все семена что вы будете высевать они будут сильны равны потенциально без конкуренции между собой спасибо 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 и последний вопрос я понял что вы считаете если рассмотреть приоритеты что роль предшественника выше чем роль удобрения все вопросы поэтому у нас 9 культур и мы еще и расширяем это неудобно это пятая куча это дополнительный но мы сегодня как бы у нас сегодня направление уменьшаем количество удобрений в принципе они не работают в видеонаследованиях увеличим количество ассортимент культуры итак последний вопрос я хочу поблагодарить Владимира Владимир за интересное выступление итак напоминаю сейчас кто хочет принять участие в определении номинантов в пене Эндалан Горц вырвите листочек из своего блокнота и запишите под цифрой 1 кого вы считаете новым